Это пародия на телевизионный раздумчивый детектив. Ну, детектив, в котором нету перестрелок, погонь, аварий, машин. Нет, ничего этого не нужно. Главное, это мощная работа мысли начальника разведки. Вот представьте себе без труда, что это кабинет начальника разведки. Вот сам товарищ генерал. Вот это волевое, мужественное лицо. Смелый, прям пронизывающий у тебя всего взгляд. Это молодой разведчик, пацан совсем, которого товарищ генерал сейчас отправляет за рубеж. На столе у них стоят два телефона. А ведь ты, Серега, мой сын. Любопытно, товарищ генерал. То-то и оно, что любопытно. Мне и самому любопытно. Двадцать часов. Три минуты. Ну-ка, быстро, как по-английски, господин? Сэр. А по-японски? Что же вы, товарищ генерал, в разбивку-то спрашиваете? Чай ведь не в Японию засылают. А как? Ну, это тебе еще рановато знать. Ну, молодец, правильно интересуешься. Разведчик все должен знать. Двадцать часов. Семь минут. Не за что. Курить будешь? Охота. Ну, как охота, Сигизмунд Карпыч. Ну, нельзя мне. Я ж вживаюсь в третий месяц и ихнюю гадость курю. Ну, ничего при мне можно. Кури. Депеша, что ли? Из Цюриха. От фон Люськи. С пятнадцатого года у нас с ним эта канитель. Отвечай. С-7, С-5 с угрозой нападения на слона. Пробежал, что ли? Снова в Цюрих? Может, поешь чего-нибудь? Выпьешь? Вот такие, Сергей, у нас люди. Пароль-то выучил? Вторая часть войны, мира до слов взглянув на Марию, можно было подумать. Читать не надо. А ответ? Они меня бьют в ответ. Это кто ж такое выдумывает-то? Да вы же, товарищ генерал. Двадцать часов Семнадцать минут Мать звонила Ай, Сергуха! Сергушанчик! Серенький! Серя! Ты там смотри! Лишнего не взрывай! Чужого не бери с витрины! Не жри, что попало! Постараюсь, товарищ генерал! Пора мне! Сколько время? Время, Сергуха! Бесконечно! Ну тогда, который час? А ты позвони! Двадцать часов Тридцать минут Полночь! 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 Полночь!